Не, о единственности, не то чтобы даже на существовании, мы остались просто на единстве, а существование мы еще даже не обсуждали. Но вот мы предположили, что он таки существует, и раз он существует, мы немного рассказали, что он единственный. Напомню, утверждение, на котором мы ровно остановились, утверждение было следующее. Пусть флип существует. Я думаю, определение не стоит напоминать. Не стоит, хорошо. Пусть флип существует. Тогда вот это наш х плюс, который является флипом. Прош Y от суммы, С-со звездочкой, ТОИКСМКИПС, а вот это будет флип. Ну и, в частности, флип единственный. То есть, если он существует, то он равен вот этой штуке и он единственный. Теперь надо показать, что вот то, что здесь написано, действительно является флипом. А это что значит? Я нарисую еще раз диаграмму, диаграмму флип, у нас есть вот такое малое стягивание минус конкласс f обилен и у нас должен существовать какой-то х плюс и морфизм сюда, тоже малое стягивание, что просто на х плюс f обилен. Ну и вот это f минус 1, это такое операциональное отображение. Вот. Значит, ну давайте, что нам нужно показать? Да, вот у нас есть такое многообразие, что мы должны показать. То есть, если мы знаем то, что вот это кольцо градуировано, оно конечно пророждено. Раз оно конечно пророждено, мы можем взять прожь. У нас получается многообразие и вот вопрос к аудитории, что нам нужно показать. Особенности. Да, во-первых, нам нужно показать то, что х плюс тоже будет иметь терминальные особенности по определению, а во-вторых, и самое главное. Да. Вот, да, действительно, нужно показать, что это flip. Надо показать, что это flip, да, надо показать то, что здесь стягивается, будет стягиваться, будет стягиваться только что-то по размерности больше 2, то есть то, что девизор у нас не стягивается. Вот это мы сейчас и покажем. Так, значит, покажем. Ну, f плюс здесь естественная, естественный морфин. Покажем, что f плюс из x плюс, который наш прожь, выговорит это малое стягивание. Хорошо, значит, как мы это будем показывать? Так, давайте я не узнаю, что просить, пожалуйста. В этот момент запутаюсь, запутаю всех вас. На самом деле, так же верно, что если этот прожь есть, то это игру free. Да. То есть есть, правильно, пусть тут существует. На самом деле, если пусть прожь существует, тогда он есть free. То есть если есть прожь, это алгебра, значит прожь это. Мы как раз таки это в прошлый раз и обсуждали. То, что, на самом деле, да. Вот этот класс так сформулирован. Пусть keep существует. Пусть просто существует. Да. На самом деле, эта формулировка приведена тому, что пусть вот это кольцо, оно конечно порождено. И вот если оно конечно порождено, то тогда x плюс равняется прожью. И вот это многообразие, которое дает свойства флипа, оно единственное. Так, давайте докажем. Значит, ну, предположим, противное. Предположим, что все-таки в исключительном множестве у нас существует, существует дивизор е, век дивизор. Раз так, то у нас есть точная последовательность. Из нуля в x плюс в x плюс от е, ну и какое-то ненулевое коядро. А коядро, я напомню, равняется у зе от е. Вот. У нас есть такая точная последовательность. Что с этой последовательностью можно сделать? Да, значит, во-первых, мы имеем такую точную последовательность. Во-вторых, давайте заметим такую вещь. У меня x плюс – это вот такая штука. Прошь у от прямой суммы. Вот. И на самом деле это то же самое, что и Прошь у от… от… Вот они замокли. От… от… m больше нуля… у x… m в какой-то k… kx. А понятно, почему это так или нет? Ну, то есть, на самом деле, если мы возьмем не вот такое градуированное кольцо, а вот немного прореженное градуированное кольцо, то эти многообразия, они будут изоморфны. да. Ну, что-нибудь скажите. Понятно, да? Хорошо. Продолжаем дальше. Ну, это вообще факт, если вы все основания будете доказывать. Ну, я вас спрашиваю у аудитории, что доказывать, а что нет. Правильно спрашиваете. А? Правильно спрашиваете. Ну, не отвечать, да? Хорошо. Ладно, значит, вот верно такое. В частности, в частности, из этого… что будет следовать? Вот, во-первых, да, напомню, что здесь есть такой… здесь есть пучок, да? Фиска слезочка справа не хватает. Не хватает. Да. В частности, значит, у нас… мы сможем найти такое k, k, при котором… при котором… при котором вот это кольцо… вот это грандуильное кольцо, оно будет порождаться вот первым множителем просто, оно будет порождаться элементами из ux от rkx. То есть… ну да, но пусть оно будет порождаться… у x от rkx. Ну, это значит, что у нас… у x плюс от единицы… это просто… фи… в частности, со звездочкой плюс… это… фи плюс со звездочкой… ой… x от rkx. Вот. Да. Хорошо, значит, тогда давайте вспомним такую относительную версию теоремы Сера. вот это… это относительно обильный пучок. Т.е. он обильный по слоям в окрестностях. Вот. Поэтому у нас есть относительная теорема Сера. которая… что говорит? Она говорит то, что… вот давайте я в общем случае сформулирую о том, что для любого когерентного пучка… нет, давайте я не буду вообще… формулировать, просто скажу то, что верно такое. То, что фи плюс со звездочкой сверху, от фи плюс со звездочкой снизу, от… давайте скажем… о-е… тензорно… относительно обильный пучок… l… все реактивно отображается в… вот в этот пучок… вот. Это относительная версия. Но давайте я напомню неотносительную версию. Неотносительная версия она выглядела следующим образом. Вот. Что говорит неотносительная версия? Сейчас просто пояснёт, куда-то берётся, чтобы было понятно, с чем будем делать… с чем будем делать дальше. То, что для любого когерентного пучка… f просто на каком-то многообразии x… ну, проективно… Верно следующее… а, ну, проективно должно быть… Верно следующее… что существует… такое… l… совсем большое… такое, что… h0… x… f… тензорно… на… x… l… тензорно… …ну… x… дюрективно отображается в f… тензорно… …ну… x… отель… Это эквивалентно тому, что просто… это эквивалентно… по определению, что f… тензорно… на… x… отель… порождается… Ну, просто по определению… …порождается… глобальными сечениями… …кхм… 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 …почему? Потому что… вот как раз-таки, когда мы берем фисосвездочки снизу… …а плюс «эт»… . …это что у нас? Это у нас… такой… Э… Lord… …это прямой образ, а прямой образ в некотором смысле… это… …это… вот именно такие… это нулевые когомологии… Вообще высший прямой образ пучка это в некотором смысле локальные итые когмологии. Но когда мы берем просто f со звездочкой, это мы берем такие локальные нулевые когмологии, то есть локальные глобальные сечения. А когда мы берем f плюс со звездочкой, если вы распишите, что такое f плюс со звездочкой, это f минус первый от пучка тензорно на ух. Ну мы как раз локально взяли и тензорно помножили на ух. То есть на самом деле это то же самое написано, но именно в таком локальном случае. То есть вот это то же самое, только мы еще должны помнить, что у нас есть маркизм в игрек. И вот локально там в окрестности, вот это, это эквивалентно вот этому. То есть у нас локально наш пучок порождается глобальными сечениями. Вот. И к чему это все было? Да, было это вот к чему. Значит вот у нас, вот здесь вот у нас написана такая вот очевидная точная последовательность. Ну вот давайте возьмем от нее, возьмем от последовательности, возьмем функтор f плюс со звездочкой снизу. Ну вот он точно слева. Ну давайте возьмем, значит, что у нас получится. У нас будет символ f плюс со звездочкой ух плюс. Ну вот дальше вот там какое-то какое-то ядро. А дальше, вот это, дальше у нас идет высший прямой образ. Ручка плюс отель. Да, значит, на самом деле вот у этой относительной теории с R у нее есть продолжение. То есть там вот верно вот это, и там еще должны все остальные когомологии составляться. В частности R... Да, в частности R1. Ну, если бы ты рытый, но R1 тоже. Ох плюс отель равняется нулю. То есть это говоря от того, что высший когомология там равенную катерию с R. А это у нас будет равняться нулю. Здесь будет I, и утверждается, утверждение I, это изоморфизм. Ну, почему это изоморфизм? Это следует из такого факта. Давайте посмотрим на этот пучок. На FI плюс со звездочкой OX плюс отель. Те, заодно, но OX плюс отель. Ну, во-первых, это... Можем FI плюс со звездочкой применить к каждому. Ну, утверждается, что это будет просто FI плюс со звездочкой OX плюс отель. Потому что FI плюс со звездочкой OX плюс от Е. Как? От Е просто изоморфим. FI плюс со звездочкой... Он просто изоморфим. O от Y. Ну, давайте поясним, почему это так. Почему у нас вот этот дивизор, который стягивается, он просто нам будет давать вот этот пучок. Ну, давайте посмотрим. Значит, у нас... Что такое... H0 от Y... От UY. Во-первых, это то же самое, что и H0 от X OX. Да? Потому что, во-первых, у нас много в районе связано. И то, и другое связано. С другой стороны, вот эта штука, вот эти гомологии, они у нас содержатся в X OX от Е. Правильно? Потому что, ну, здесь просто константы, но и константы, очевидно, они здесь лежат. С другой стороны, это изоморфно... Е нет на X OX. Ну, плюсы. С другой стороны, вот это, оно у нас лежит в H0 X плюс минус E, OX плюс минус E от Е. Ну, потому что нам не важно, что находится на Е. То есть вот эти штуки, они точно будут и здесь лежать. Вот. С другой стороны, вот это Е, оно же здесь не лежит. Поэтому это то же самое, что и H0 X плюс минус E OX плюс минус E. Вот. Ну, вот это тоже, в свою очередь, изоморфно. Это H0 от Y минус FI плюс от Е. O Y минус FI плюс от Е. Ну, а это тоже, в свою очередь, изоморфно H0 от Y, потому что это не дивизор, это что-то там поменьше. Y у Y. Вот. Ну, это, знаете, что H0 от Y, Y изоморфно H0 плюс от X плюс от Y. Ну, как я сказала, и со звездочкой снизу, это как гомология. Ну, значит, это то же самое. Понятно? Честно, ничего. Ну, давай распишем подробно. Я сейчас покажу, это вывод, который вы теряете, да? Нет, пока вывод вот такой только. И это значит изоморфиз. Понятно, да? Кость, хотя бы тебе понятно? Ну, примерно. Вся аудитория молчит, хотя бы кто-то, кто-то может что-то сказать? А, просто вот, прямой область, он же не коммутирует с темным произведением. Вот там вытверждение и изоморфизм. Почему? Ну, давай распишем. Что такое прямой образ? Раз это прямой образ, значит, это у нас предел. Плюс Е, это В. Нет, ну, например, всегда раздутие, взять исключительно телевизор, там, Е с большой кратностью, взять свой кону образ. То есть, тогда, если бы это было реально, то бы получился просто статурный пучок, а это неправда. Ладно, хорошо, давай посмотрим на вот это рассуждение. Давай все тензорно помножим на вот этот обильный пучок. Согласен, что, в принципе, мало чего поменяется? Не-не, не-не, утверждение, да, это похоже на кого-то, да. Хорошо. Ну, то есть, нет, я говорю, ну, хорошо, ладно, замене здесь просто УИК на обильный пучок. Ну, мол, что нет. Так, хорошо, значит, хорошо, мы показали то, что и это изоморфизм. Ну, а раз И изоморфизм, значит, у нас есть вот такая точная последовательность. Значит, вот этот член, он равен нулю. Из того, что И изоморфизм, следует, что ФИ плюс звездочкой ОЕ, это равняется нулю. Следовательно, вот этот пучок тоже равняется нулю. А следовательно, раз вот этот пучок относительно обильный, значит, вот этот пучок равен нулю. Ну, это что означало? Это означало, что вот в нашей точной последовательности для дивизора Е вот это кое-дро, оно равнялось нулю. Но этого быть не может. Следовательно, Е не лежит в исключительном множестве ФИ плюс. Ну, значит, ФИ плюс – это малое стягивание. Вот. Хорошо, значит, теперь что мы имеем? Теперь нужно показать, что Х плюс имеет терминальные особенности. То есть у нас цель Х плюс имеет терминальные особенности. но для этого давайте докажем вот такую Лему 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 Пусть 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 Е Это, значит, Дивизор Ну, даже не дивизор, можно просто сказать, что дискретное нормирование. Ну да, ладно, дивизор на каком-то разрешении. Х и Х плюс Тогда Вот на нашем построенном Х и Х плюс Не построенном, а просто на флипе. Пусть Х плюс – это флип нашего Х И пусть Е И пусть Е КОДДИВИЗОРНОГО Разрешение. Тогда Сейчас как это называется? Коэффициент Привод Я скажу, дискрипантность А, да, дискрипантность А, да, дискрипантность Коэффициент Что, действительно? Икс Нет Меньше оно, чем А, Е, Х плюс При этом здесь не строгое равенство Коэффициент 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 Образ Е Содержится В Исключительном Множестве Фи Ну, Фи И то же самое, что и исключительном Множестве Фи Плюс Здесь уже, как я считаю, доказано Коэффициент Коэффициент Ну, я сейчас ее поясню Да, я чуть-чуть Я забыла пояснить Давайте ее потом Повторяйте, чтобы вообще сказать слово дискрипантность Ну, да Дискрипантность Гренштейновость Мы сейчас будем отсюда Коэффициент А, Коэффициент Да 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 Еще науку Гренштейнов Что-то сначала А потом уже Давайте я ее потом поясню А это не будет зависеть на время, да? Не, не будет А вообще можно от этого зависеть просто, что это вы можете Да, сейчас я уже поясню Хорошо, да, я забыла Хорошо, давайте это докажем Ну, или тогда, и так, и тогда Тогда Образ Петельницы Нет Нет Образ Да, содержится И тогда Да, или образ Ну, для Става Ну, для Угу Содержится в Высключительной Ножнике Плюс Мы тебе докажем То есть здесь находится что? Пусть у нас есть Пусть у нас есть Пусть у нас есть Многообразие Ииск, которые проективны С терминальными особенностями И у него есть Флип А В слово В слово входит Сейчас Мне не нужна даже Пусть у нас есть Пусть у нас есть Ииск Терминальные особенностями Да То, что Я буду брать То, что Еще раз Кальц-плюс Потому что Кальц-плюс Объединен Относительно Флиплез Да Беру Да В плане То, что Вот это будет Кальц-плюс Объединен Нет, просто Вот это сейчас мне пока Вообще не нужно Еще раз Ты эту клемму предлагаешь Эта клемма берет В качестве условий Что? В качестве условия Вот это Я закрыла Начало Я беру Терминал Да Я беру На вход Только вот эту диаграмму И то, что Х у меня имеет терминальные особенности И Кальц-плюс Или нет? Да Ну, вроде что Я говорю Все Ну, раз Магнитик Вот там Остальной Но все-таки Чтобы приложить прожу Надо выяснить, что Я не предлагаю сейчас к проже Вообще ничего Ты будешь Приложать прожами? Нет А, потом? Потом буду А сейчас Выяснить Доверь тремное Что Кальц-плюс В общем, кто там живет? Да Да Надо Выяснить? Угу Доказывать ли вы? Доказывать ли вы? Доказывать ли вы? И словно Диганик Это включает в себя то, что Парки А это означает, что Увлечение То есть можно говорить Что именно на дизайн Ну, да Надо показать то, что Оно 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 Давайте доказывать Демом Докажем, да Докажем, что в тот случай Все тут проводят Да Да Чудайшки Не за тем По полуам пошел Хорошо, давайте Значит Пусть у нас Л Такое натуральное число Такое, что Просто Корейский Это относительно Единицы Он Обильный Значит Он Обильный Значит Он Обильный И вот Тогда Тогда Он С нами Настоящим Ку-как-ти-дивизором И Значит Это Просто Вы Так Закладываете Все И Давно Порадуло Сказать Что Х Обильный Что Это Ку-как-ти-дивизор И поэтому Не нужно Откладывать Потом Я потом Закажу Что Нет Вот Сейчас Ну Хорошо Давайте Скажем Что Вообще Х Ку-как-ти-дивизор Мы знаем Что Во-первых Х Ку-как-ти-дивизор Вот Еще Мы знаем Ну Мы знаем То Что Они Заморхнут По Размерности 1 А это Что Значит Дивизоры Веля Это Дивизоры Веля Тензор На Ку-как-ти-дивизоры Веля На Х-плюс На Тензор На Тензор Тензор Натку Вот А еще Еще Мы знаем Что Дивизоры Это что такое? Это можно написать так. Кстати, за одной из этой строчки уже следует, что φ плюс имеет относительный пикар 1. Да. Тивизор х на q плюс от kx. Потому что относительный пикар 1. Ну вот. Подставляем сюда. Мы получаем, что z минус 1 от x плюс. То же самое, что и φ плюс со звездочкой. Дивизор вилля. Ну и здесь никому не остается быть, кроме как kx плюс. А что такое? Дивизор картье, да? Да. Мы можем поднять только к дивизор картье. Это дивизор картье. Так, это вилля, это дивизоры. Картье, ну… Вот. Да. В частности, у нас ρ xy равняется ρ x плюс y, который равняется 1. Вот так вот. Хорошо. Значит, мы показали, что x ку-катье, ой, ку-катрея, в частности, дивизор, это подъем ку-катье визор, то есть еще один дивизор, когда случайность оказался ку-катье. Угу. Угу. Не, ну это еще может менять то, что у них дивизоры… дивизоры… у кат-класса у них должны совпадать более-менее, поэтому… Да. Ну, честно. Не должны спросить, как раз. Ну, в кат-классе вспомнить, но, как бы, отец другой притаскивается. Да. Ну, для ирики тоже равна. Ну, ты же из этого не уводишь, то, что ирика уничтожила… Это правда, но потому что… Ну, потому что… Вот здесь вот, знаете, спорю, что она уничтожила. Да. Потому что добавка… Да. Ну, эти добавки… Да, потому что она тоже вклад в дивизор карте. Угу. Сейчас, здесь… В последней… Вот в строчке для ZN и Z1 нижней используется, чтобы у X-плюс тоже… Ну, да. Потому что говорится, что вот… Это обратный образ таких там дивизоров карте, ну, там, у карте, плюс еще один. Убратный один, но предыдущий, так сказать, предыдущий охот, доказали, что он тоже у карте. Конечно, мы проявляем все дивизоры у карте. Чаще с вами делали, конечно, его… Ну, он относительно обиден, как бы, по конструкции пружа. Ага. Кайз-плюс. Да. Вот. Ну, нужно пружу. Ну, относительно обиден к дивизору, как было обиден к дивизору, по сравнению к карте. У карте. Хорошо. Значит, вот… Возьмем… Нам дано что? Нам, значит, дан… 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 Его… ФНИП. Мы хотим показать то, что для дискрепатности верно вот это. И… Вот это, если образ у нас будет связаться в исключительном множестве. хорошо. Хорошо. Давайте это докажем и возьмем какое-то натуральное число L. Что, во-первых, дивизор LKX, он будет честным картье. А во-вторых… 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 Во-вторых, вот LKX+, он будет… ФИ+, очень обильный. Ну… Значит… Давайте я еще перерисую еще раз эту диаграмму. Х+. Давайте возьмем общее разрешение и Х, и Х+. То есть В – это будет такое гладкое… Это будет разрешение всех особенностей Икса, и одновременно разрешение всех особенностей Икс+. Здесь у нас ФИ, здесь ФИ плюс, а здесь будет Ф, насколько я помню. А нет, здесь Сигма. А здесь Сигма плюс. Так. И давайте посмотрим на такой звездочке. Рассмотрим Сигма со звездочкой отель KX. Которая картина. Мы его можем представить в следующем виде. Значит… Возьмем образ… Такой страшный… Сигма… Композиции ФИ и Сигма… Сверху… Так… ФИ Сигма со звездочкой снизу… От Сигмы со звездочкой LKX… И это можно отобразить Сигма со звездочкой LKX… О, здесь у от Х, видимо… Плюс… О, это сумма… РИТ… ФИТ… Давайте я поясню, что я здесь вообще имею в виду. Смотрите, мы смотрим образ… То есть мы взяли… Мы взяли вот наш первоначальный диезон вот этот. И взяли такую композицию вот этого морфизма с звездочкой сверху и звездочкой снизу. И отобразили ее сюда. Ну вот это такая же картинка, которую я рисовала здесь. То есть что-то вроде теоремы ССР. Ну это, кстати, теорема СССР. Сейчас объясню, почему. Теорема СССР это означает, что у нас вот мы вот домножим наш пучок, так сильно, на обильный пучок, и он будет порождаться глобальным сечением. То есть вот это тут написано. Он будет порождаться глобальным сечением. Но это глобальная версия. То есть вот мы можем сделать глобальное сечение, помножить у нас на структурный пучок. И вот такими течениями у нас будет порождаться весь наш пучок. А вот носительная версия, как я объясняла, что у нас вот здесь вот эта звездочка сверху, она отвечает за умножение на структурный пучок, а звездочка снизу она отвечает за связи экогомологии нулевых. То есть за взятие глобальных сечений. Здесь я, на самом деле, делаю то же самое. Но здесь у нее же не обязательно сюръекция. А что здесь будет? Вот так же, как и в той картинке, здесь будет то-то, что является пучком на базисном множестве. То есть, да, во-первых, вот эта теорема. Вот эта. Вот эта. В общем случае, она не сюръекция. В общем случае, у нас, вот здесь, на самом деле, у нас должно стоять тензорно OXL от базисного множества этого пучка. Ну вот это, это как раз таки то, что здесь осталось, есть вот это базисное множество вот этого нашего пучка. Понятно? У меня еще ничего такого грустного. Понятно. Хорошо. Так. Вот. Значит, ну вот это такое расписание. То есть я вот назову вот это. Это у меня будет пучок M, а это вот такие пучки РИТА и ФИТА. Ну и понятно, что здесь все РИТА, они все положительные. Хорошо. Теперь давайте поймем, что такое вот это M. Давайте я напомню. M, это значит у нас образ. Ну давайте я уже сразу начну раскрывать скобки. Значит, там у нас что стоит? У нас стоит Сигма со звездочкой на ФИ со звездочкой, на ФИ со звездочкой снизу, на Сигма со звездочкой снизу, на Сигма со звездочкой снизу, на Сигма со звездочкой Х. Это все отобразим Сигма со звездочкой от ЛКХ. Это что такое? Значит, давайте вот это можно убить по формуле проекции. Это просто можно сказать, что это ID. И мы получаем такую штуку. Это у нас будет просто образ сигмы со звездочкой на хи со звездочкой сверху, то написать звездочкой снизу, телька х в сигму со звездочкой телька х. Так, а это у нас что такое? Ну вот это можно здесь заменить на плюсики, потому что пойти так и то же самое, что и пойти так. Так, здесь будет плюс сигмы со звездочкой, и здесь тоже будет плюс сигмы со звездочкой. Да. А вот это можно так сделать. Вот у нас здесь написано сигма LKX. Это можно расписать так. Можно сказать, что у нас понятно, что сигма со звездочкой плюс от сигма со звездочкой OX LKX это то же самое, что и OX плюс от TKX плюс. Потому что они отличаются только на... Потому что X и X плюс, они отличаются только на многообразие коросмерности 1. Поэтому вот это можно расписать так. Значит, получается, что если вот так, то мы здесь домножим вот это, что такое. Это тогда то же самое, что и сигма по формуле проекции. Сигма плюс со звездочкой сверху на сигма плюс со звездочкой снизу на сигма сверху от TKX. То есть вот это убивается с помощью... Сейчас. Нет. Не убивается. Хм... Хм... Сейчас. Что-то я немного запуталась. Так, ладно. У меня получилось сигма плюс со звездочкой на фи плюс со звездочкой. Здесь у меня получается... Это то же самое, на самом деле, что и фи со звездочкой плюс от LKX плюс. И это у меня должно отобразиться в сигма со звездочкой LKX. Сейчас мы сигма со звездочкой LKX превратим в сигма плюс со звездочкой LKX. Как мы будем превращать? Ну да, давайте, значит, заметим, что вот это... Ну а... Ну а... Ну да, наверное, надо написать действительно просто седьмую. Нет, на самом деле, вот это правильно, но мне кажется, на это плохо. Да, действительно плохо. А, подождите, здесь должно быть... Конечно, неверно. Нет, мне кажется, в самой нижней строчке справа надо написать Сигма плюс с верхней звёздочкой и потом Сигма плюс с нижней звёздочкой. Это ничего не изменит, правильно? Как ещё раз Сигма плюс? Нет, верни, там была сигма со звёздочкой и вот чего-то там. Отель Каит. Да, вот сейчас надо слева прикасать Сигма плюс с верхней звёздочкой и потом Сигма. Здесь формула проекции не сработает. То есть, если я возьму от этого пучка П плюс со звёздочкой, а потом снизу, а потом возьму сверху. Сейчас у меня возникает что-то всё очень плохо. Сейчас, хорошо, смотри, здесь... А, сейчас. А что вы хотите получить? Я здесь хочу получить Сигму со звёздочкой с плюсом отель Каит. Сигма плюсом отель Каит. Да. Здесь должен быть плюс. Я пока что-то не очень поняла, почему. Я раньше поняла, сейчас не понимаю. Там же компас с Х плюсом на Х, они друг к другу и тягивают спят? Ну, не совсем так. На самом деле у меня М будет равняться Сигма плюс со звёздочкой отель Каит. Ну, потому что вот это, на самом деле, вот я же сказала, то есть я взяла ЛКХ плюс. Это у нас будет F плюс обильный. А раз он у нас будет F плюс очень обильный даже. А раз он у нас будет F плюс очень обильный, значит, вот эту Сигму плюс со звёздочкой дальше можно было вынести. У нас получился просто вот этот образ. Ф плюс со звёздочкой, F плюс со звёздочкой снизу отель Каит в просто ЛКХ. Плюс. Вот. А в связи с тем, что F плюс очень обильный, значит, вот эта Сюрьекция. Вот по той относительной теореме Серра. Но раз это Сюрьекция, значит, что вот эта штука это F плюс со звёздочкой отель Каит плюс. Но я чуть не понимаю, как вот эту стопу, которая здесь была, превратить Каит плюс на Каит плюс. Хорошо. Сейчас. Вернись вот к этой строчке, которая ещё вышла. Если сейчас тереть Сигму плюс слева справа, будешь сказать формулу. Вот это? Вот это правильно, да. Вот. Теперь давай. А. Исходно у нас было без плюсиков. Исходно было без плюсиков. В самой нижней строчке. Только у нас нет. В самой нижней строчке? Нет. Левее. Левее. Вот, да. Вот сюда. Сейчас мы знаем, что там без плюсиков. Верно, да? Там верно без плюсиков. Да. Теперь давай слева попишем Сигма плюс со звёздочкой вперёд. И Сигма плюс со звёздочкой снизу. И сверху. Вот. Это ничего не изменило. Потому что... Почему? А нет, это всё изменило. Вот именно. Вот я на это тоже попала. Я бы с дивизорами работал, но раз с пучками начали. Да. А что с дивизорами было? Что вы сейчас делали? Или начали? Да. Примерно так было бы быстро написано сейчас. Да, было бы написано, что... В дивизоре есть теорема Шакурова. Не Шакурова. А не официальности. Там сразу. Ну я напишу сейчас, если что. Можете посмотреть, куда оно падает? Сейчас. А мы можем сказать, что конкасс Экса – это фил плюс нижняя лёдочка, плюс ясная лёдочка, а вот конкассы на эту. Вот смотри. М равняется вот этой штуке. А с дивизорами что сделал Юльгин? Да. Давай. Можно написать? Да. Сейчас мы же можем чуть ли не звучать, что-то не пишут. Можно взять, что вот конкасс на Экссе? Могать наклады есть? Так, так. Правильно. Тогда если мы потом возьмем фильм «Сигму»… Знаешь, что проблема? Вот этот дивизор, вот этот дивизор, он не дивизор-корсет, дивизор Вилли. И ты что-то странное берёшь дивизоры, ты поднимаешь дивизор Вилли. Да. Тогда получается, если мы написали фильм «Сигму», такая композиция, всё равно всё так. И… ну а… ну да, в основном. Ну что, наверное, знаешь, что… Сигма создаёшь к ним вверх и Сигма создаёшь к ним вниз, так композиция. То есть сначала… то есть ты говоришь сейчас… Если Сигма… еще раз Сигма… С создаёшь к ним вверх и композиция, потом всё толкнуть вниз, то есть композиция. Я зову ещё. Вот так? Ну, сигма создаёшь к ним вниз. Да. Это будет… Это даже никакой пункт, о чём диаграмме, но она… Здесь Сигма плюс, а здесь просто Сигма. Ага. Это будет… Да. А, пожалуй, 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 ты прав, пожалуй, ты прав, ты прав, ты прав, да, да, хорошо. Ты написал, я тоже был написан. Ты написал… Ну, нет, это я писал, да, но… Как написано, да. Ну, хочется как-то вот к этому прийти. То есть если я… ну, как бы приписать… Сейчас. Ну, вот это просто не айди. Ну, страна. Короче, если бы это было айди, всё бы было прекрасно. Но это не айди. Айди. Ну, я не знаю… Ну, я не знаю… Ну, я не знаю… С пушками… Может, просто… Проще… Ну, там будет невозможно. Вот. Девочки, вот сюда смотрим. Ну, и пишем, что… Дэ, это эффективный дивизор. И он же равен. Что мы хотим. Ну, так они говорят, что… Это… Сколько больше этого. Ну, вы ищем. Вот. Сейчас тут не ошибиться. Симма плюс… Симма с отвердочкой от x минус сигма плюс с отвердочки от x плюс. И посмотрим, значит, как он ведёт себя на своих… Что мы знаем? У них на сетях одинаковые. Угу. Угу. Ну, они… Ну, они… В крайней мере. Значит. Как они ведут себя на слоях без плюс? Значит, если у вас есть первая цена… А, ещё… Да. Я бы взял и добавил сюда… Какой-то общенький дивизор. Может, не надо сейчас. Сейчас я не готовился. Ну, может, на L там всё домножить. Что? На L всё домножить. Где… Или это что? Или это такое число, что… L… Пусть… Обильный. Очень обильный. Не-не-не-не-не-не. Ничего не могу не надо. Сейчас. Сигма плюс. Какая-то открывается. С. Ну, тогда… Дэк плюс. С. Если кидается с этим нулю, то это всё равно, что Сигма плюс 1, 4, 2, x… На С. Сливочность тоже не будет. Что? Сливочность тоже не будет. На С. Да. На С. Ага. И что я хочу сказать. Я хочу сказать, что это… отрицательное число почему что как раз что используют если у вас есть икс векциональный морфизм и есть резервы d в таком случае, что f-развездочками изу эффективен а d минус d f объем то, что и b объем d эффективен декой декой пока эффективность не меняется, в общем, почти все сквозь сохраняется, поэтому до сих пор пока это не выгодится на стене. Ну а когда это такая манипуляция с тем, что может причинять отрицательного претенда? Сейчас, но эта кривая должна стягиваться, С, то есть образ С, сигма С, нет, это сигм плюс, а там сигма. Сигма от С, она должна стягиваться. А это мы не знаем. Ну почему, нет, мы это знаем, потому что у нас есть диаграмма, ну вот эта диаграмма, пойти так, и тут так. Если кривая стягивается, если любая кривая, которая стягивается туда, стягивается туда, то это будет изморфит. Сейчас, вы скажете, что сигма плюс АС, она... АС, еще раз, еще раз, если все кривии, которые стягиваются с одной стороны, стягиваются с другой, то это изморфит. Да, хорошо. Потому что у нас все слои как-то... Так, а это нужно сделать... Что для этого? Для этого нужно... Ну вот я говорю на ИГРЬ. Что для этого стягивается? Нет, я это и сказала, что она на ИГРЬ стягивается. Композиция 0. Значит, вот эта штука, это что у нас? Это у нас КХ на сигма С. Но мы же знаем, что сигма С растягивается. А КХ... Значит, эта штука отрицательная. Вот я это хотела сказать, да. Ну вот, да. Да. Это все хорошо. Значит, заменим вот эту вот, благополучную замену в теорию С. Ну, на самом деле, здесь можно, конечно, что-то рассказать. Какие-то слова, мол, здесь написано сигма со звездочкой ЛКХ, а здесь у нас, здесь все то же самое, только заменено с плюсиками. Но понятно, что вот эта штука, она вся должна была отображаться сигма со звездочкой плюс от ЛКХ, а больше никуда. И вот, видим, как-то это будет следовать. Но здесь какое-то обоснование еще нужно, возможно. Ну, ладно, значит. Ну, в общем, в чем посыл был? У кого хорошо вы с пучками получаете, тот с пучками. А это совсем плохо. Верхняя очень увидительная. А? Верхняя, это доказательство, очень увидительная. Дивизорная? Угу. Ну, да, ладно. Ну, вот у тебя его надо знать. Ну, кстати, я еще хочу сказать, что это есть. Все важно. Да. Ну, я не знаю, если вы собираетесь говорить или нет, давайте я следствие скажу и заделим. А какое было следствие? Может быть я скажу. Чтобы они шли двух липов не бывали. Скажу. Скажите, давайте, да. Вот отсюда сразу же. Да я скажу, сейчас, сейчас, нет. Все, все, все будет, все будет. Так, значит, ну хорошо, а на чем мы получили? Мы получили то, что сигма со звездочкой от LKX равняется сигма плюс со звездочкой от LKX плюс, плюс напрямая сумма дивизоров RIT, FIT. Что нам нужно показать? Во-первых, давайте покажем такую вещь. Покажем то, что сигма от суммы RIT, FIT, она содержится в исключительном множестве FI. Вот давайте, конечно, посмотрим диаграмму. Вот, значит, давайте предположим, что, значит, предположим, здесь какой-то есть X, такой, что X не содержится в исключительном множестве FI. Вот, тогда в окрестности, следовательно, в окрестности, в окрестности, следовательно, в окрестности, ну вот давайте это, вот сейчас будем такой, в аналитической топологии, значит, тогда в окрестности X у нас X, X плюс изоморфизм. Ну, вот эта штука, это изоморфизм просто. Следовательно, в окрестности X и плюс изоморфизм. Ну, раз они там изоморфизм, значит, у них там и сигма со звездочкой, ну, и вообще вот это изоморфизм. Ну, значит, сигма со звездочкой отель КАИТ, это же, да, там у них там одинаковое разрешение особенностей будет, это то же самое, что и сигма со звездочкой, ой, с плюсом, со звездочкой отель КАИТ плюс. Вот. Ну, и значит, X у нас не принадлежал образу. Сигма ВИТ и ФВТ. Вот. Вот. Теперь надо понять, почему, почему, почему ФИТ – это исключительные дивизоры F от сигма. Ну, вообще говоря, не понятно, почему они еще исключительные. Вот. Давайте поймем. Ну, понятно, что здесь уже ничего не будет такое стягиваться, а вот там как-то этот дивизор как-то мог стянуться. Это сделаем, давайте мы сделаем следующим образом. Давайте я вот за ФИ обозначу, за F обозначу ФИ сигма, тогда что мы имеем? Вообще говоря, вот когда я тут вообще пишу что-то вот про такой морфизм, вот именно про такой, или про который я спорла, ну, когда вот у меня есть морфизм из какого-то F со звездочкой, T со звездочкой какого-то пучка в F, это какой-то конкретный морфизм. У меня бы какой, а это именно тот морфизм, который пришел из такой вещи. вот этот у нас G был какой-то из хома, F со звездочкой, со звездочкой внизу от F, где F какой-то пучок в F. Но это, вообще говоря, по сопряженности вот этих двух функторов, это то же самое, что и F со звездочкой снизу от F на F со звездочкой снизу от F. А здесь у нас есть естественный морфизм ID. И вот этот ID это вот тот самый, вот этот G морфизм, который вот мы рассматриваем, это тот самый морфизм, который пришел из вот этого из морфизма и из тождественного отображения здесь. Поэтому давайте нарисуем такую диаграмму. Значит у нас F со звездочкой сверху от F со звездочкой снизу, дайте сразу пучок, который мы хотим посмотреть, вот это LKX. Он у нас отображается с помощью уже просто VLKX. А здесь на свою очередь лежит этот образ. А вот образ F со звездочкой снизу на F со звездочкой сверху от LKX это у нас M. Вот. И у нас есть такая диаграмма. Значит с одной стороны это F со звездочкой снизу, где-то у нас будет F со звездочкой снизу. С другой стороны мы падаем F. Это все убивается с помощью формулы проекции. Вот. И здесь у нас F со звездочкой снизу, а здесь у меня F со звездочкой от F, что это просто ID. Вот. Ну давайте пойдем по этому точному квадрату. Значит с одной стороны что мы имеем? Значит мы имеем, что F со звездочкой от G от F со звездочкой сверху с F со звездочкой внизу LKX. Это у нас F со звездочкой от M. А с другой стороны это F со звездочкой от F, F со звездочкой сверху, фи со звездочкой, снизу fx, и это равняется фи со звездочкой от Lkx. То есть они равны. То есть, значит, если бы я применила, значит, если бы я применила фи со звездочкой снизу к этой нашей формуле, к этой, мы получим, что вот этот образ равен нулю. То есть фи со звездочкой суммы rt fp равны нулю. Следовательно, это действительно будут исключительные дивизоры вот этого мархизма. А это значит, что у нас верно вот это. Да? Честно, мы второй раз доказывали? Один раз доказали. Нет, мы просто вот этим возбуждением доказали не строгое неравенство. А теперь мы говорим, что строгое только тогда, когда и только тогда, когда и содержится заключительное. Ну, какого-то. Вообще, да. Ну, видимо, для фи звездочка, фи трестик аналогично. Да, да. Ну да, в частности, мы получили. Сейчас я как? Сейчас я проясню, что сказала Ксения. Почему это не тебя, потому что фи ты исключительные дивизоры вот этой композиции? Фи ты, они же скайпуются при фи блюз, правильно? При сигма блюз, это нет. Еще вдруг. А? Еще вдруг. Фи ты часто нежно отличаются, но какие-то дивизоры сосредоточены относительно Д. Ладно, хорошо, потому что доказал Юрий Геннадьевич здесь, наверное, отчаянно. Ну, там, единственное, что надо подправить, что неравенство строгое будет, если обилен. Если нет, то будет больше никакого, а если строго обилен, то, значит, что будет больше? Мы верим уже в это или еще нет? Что? Мы в это уже верим или еще нет? Ну, если тебя не могут только объективы, то все это очевидно. Ну, здесь все очевидно. Ну, то есть, то есть, то я вам как изучить это. Да. Ну, я, собственно, такую формуле ругаю. Сейчас я это правильно понимаю, что, на самом деле, ага, нет. Ну, короче, дальше просто мы вспоминаем еще формулу, что то, что там написано. Сигма со звездочкой АКХ, с одной стороны, это сумма ежитых АХ, ежитая. Это то же самое, что и сигма плюс со звездочкой АКХ плюс сумма ЕИТ и от ЭЛЬ. ФИТ плюс сигма АЕЖИТА от ХЕЖИТА. Ну, а с другой стороны, это сигма плюс со звездочкой АКХ плюс, плюс сумма АЕЖИТА, Х плюс на ЕЖИТА. Ну, и, собственно, мы получаем, что АЕЖИТА X равняется АЕЖИТА от Х плюс. АЕЖИТА, если ЕЖИТА не содержится в сумме ЕИТ и от ЭЛЬ, ну, и, или большее. Х меньше, чем АЕЖИТА от Х плюс. Иначе. То есть, если ЕЖИТА является каким-то ЭЛЬ. Понятно? Да. ФИСТ-ТОЖЕ БОТЕГУЛАТ, да? Да. Потому что, ФИСТ-ТОГО ДОКОЙСТЕ ГОЛОЙТ, ЧТО, НЕРАНСКИ, ЧТО, НЕРАНСКИ, ЧТО, ЗАНСКИ, ЧТО, НЕРАНСКИ ЖЕНЩИЧЕСЯ ОГОЛАТ, ЧТО, НЕРАНСКИ, ЧТО, НЕРАНСКИ, ЧТО. Ну да, Масухин как-то доказывал больше точками, я взяла, что это доказательство с точками. Хотя, в принципе, Клеменс, Колор, Мори, они действительно работали с дивизорами. Ну ладно, значит, это мы доказали теорему про дискрипантности. Из этого можно сделать вывод. Про гражданин, сейчас скажу, это потом. Вывод такой, значит. Теорему назовут. Теорема уже была. Теорема, значит, Х плюс имеет следствие. Может, все учили теорему, подтверждение доказали? Ну, доказали, потому что там было только про неравенство. Про неравенство? Про неравенство. Нет, эта теорема нескольку докажу. Имеет только терминальные особенности. Ну, это как раз вот отсутствие. Терминаль. Ну да, потому что это неравенство. Потому что вот это было больше нуля, значит, это тем более больше нуля. Хорошо. Теперь давайте докажем такую вещь. По модулю того, что мы знаем существование флипа, нам еще интересен только существование. Нам интересовал еще другой вопрос в самом начале прошлого доклада. о том, что вообще, чем хорош флип вообще, обрывается ли он или нет. Так вот, в размерности 3 он, оказывается, действительно обрывается. И вот это как раз таки тоже некое следствие отсюда. Давайте его докажем. Значит, теорема. Значит, теорема. Особенность не ухудшилась? Да. А можно на секунду остановиться сейчас? Мы, на самом деле, сказали, вот если вот этот прош, он конечно прожден, то тогда вот этот фрош, он удовлетворяет всем свойствам флипа. Да. А как отсюда следует, что он единственный? А, это я говорила в прошлый раз, потому что смотрели. А почему нет другой какой-то такой диаграммы, что она вдруг не проще? А что такое проще? Да. Тогда на нем, как глаз, относительно обильный вот это устояние. Да. Да, нет. То есть, он замочен прожу своего, ну, относительно своего, отзывного прожжа на X+. На самом деле, если у тебя есть на многообразии какой-то обильный пучок, то прожж от вот этого обильного пучка, это будет само многообразие. Ну, да, относительно обильного пучка. Ну, здесь относительно обильного, да, но если просто у тебя есть какое-то многообразие X, и на нем есть какой-то обильный пучок, L обильный. Ну, и тогда P… Ну, обильный, ну, да, нет. Там, ну, правильно, лучше сказать, да. У X. Ну, просто будто изоморфин. А это, в свою очередь, ну, это, в свою очередь, ну, это, в свою очередь, переписывается на Y. Да, или то же самое, ну, что относительно. Это как прожж на Y от, так сказать, ну, обильного пучка. Ну, вот X. Ну, вот X. Здесь еще, кстати… Там сечения не поднимите же. То есть, ну, обильного пучка сечения не меняется. А это, в свою очередь, поскольку все в коробильности один спадает, переписывается, как прожж на Y от родных округов, а то от X. То есть, значит, если их вообще есть, то он все равно от родных округов с тем. Смотри, да, можно еще так сказать, что X плюс – это вот эта штука, да? А у тебя есть вот такая формула. ФИ со звездочкой МКХ – это то же самое, что и МКУ, а это то же самое, что и ФИ со звездочкой плюс от МКХ плюс. Но мы знаем, что вот этот же пучок, он обильный, раз он относительно обильный, а раз он относительно обильный, значит, X плюс равняется прожжу вот этого вот обильного пучка. Понятно, да, Саша? Хорошо, значит, теорему… Ну, давайте я поясню, как я еще подразумеваю под обрыв флипа. Давайте посмотрим на такую диаграмму. И у нас будет X плюс. И вот у нас мы получили какой-то X плюс, который мы назовем еще X1. Предположим, что для него тоже есть какой-то флип. И вот… Предположим, что у него есть малые стягивания. Да, предположим, что это есть малые стягивания, а это малые стягивания. X плюс 1. Ну и так далее. Предположим, что там из каждого будет идти какое-то малое стягивание, для него будем брать флип и так далее. Но вот вопрос, а будет ли вот такая цепочка обрываться. И вот такая соразмерность X3, она будет действительно обрываться. Значит, теорема… Насколько я понимаю, размер 4000 тоже более-менее известен, а дальше непонятно. Ну да. Нет, дальше известен… Это именно обрыв. Обрыв, направленный обрыв. То есть для того, чтобы завершить программу минимальной модели, не обязательно доказывать, что любая последность X3 обрывается. А, совершенно просто… Доказывают, что существует последность X3, которая обрывается. И это верно… Вот вся компания там… Суперкаром… …какерком, манчем и так далее. Что они доказывают? Они доказывают, что есть последность X3, специальных выбранных, которая обрывается, и потом происходит или в реальной степени… Ну, а в общем случае это неверно. Это неизвестно. Ну, точнее, неизвестно. Не надо перебирать. Да, точнее, неизвестно. В смысле, есть – это значит, мы будем среди малых выбирать… Какой-то, да. Ну, направленный там… То есть выбирается дивизор… Те, которые пересекаются с ним по нулю, потом дивизор запускают… Нет, я так понимаю, видимо, выбирается какой-то правильный луч… Не надо перебирать. Все, пойдем. Это вы не успеете, осталось времени. В размерности 3 цепочка флиппа обрывается. Ну, и такие теоремы, они доказываются поиском какого-то хорошего инварианта. Хорошего инварианта. Конечно, вот этот инвариант – это не очень хороший инвариант. То есть, с одной стороны, у нас здесь есть строгая неравенство, а с другой стороны… Ну, а границы снизу-то у нас… Точнее, границы сверху у нас и нет. Поэтому это плохой вариант. Но вот Шакуров, он придумал, Вячеслав Владимирович, очень хороший инвариант, который называется «сложность». Вячеслав Владимирович, давайте расскажем о поделении. Пусть Х – нормальная, проективная. Проективное многообразие. Размерность равняется трем. Хотя, в принципе, можно… Размерность равняется трем. У Х – особенности терминальные. Х – особенности… Тогда… Так, если я здесь не пишу… Будет ли мне еще так. Тогда сложность… Это… Вот такое число. Это… Д… От Х – это… Количество… Е – исключительный дивизор. Дерационального морфизма из В в Х – такое, что А – Е от Х – меньше единицы. То есть там, где дискальпатности меньше единицы. Мы сочетаем все такие исключительные дивизоры, и вот эта у нас получается сложность. Так, вопрос на засыпку. Чему равняется сложность гладкого многообразия? Ну, да, вы заметили, что это число, оно целое, даже натуральное, натуральное и с нурем. Ну, конечно, целое, натуральное число во французской… Во французской… Во французской… Во франции оно натуральное, да. Вот. Ну, а если вы будете гладко многообразие брать и брать биррациональные морфизмы, то надо вспомнить, какие там коэффициенты при исключительных дивизорах обычно. Ну, действительно надо сказать, что это число, а не бесконечное, да? Ну, еще это действительно будет число… Потому что здесь дивизоров много. А почему бесконечные числа не может быть? Ну, исключительно дивизоров. Ну, потому что для любого разрешения… Ну, во-первых, да, наметите, что там для любого разрешения у нас дивизоров, которые будут стягиваться до конечного числа. Ну, и правильно сказать, что, все-таки, если у нас там хорошее разрешение, то уже все дивизоры такие, на нем… И коэффициент, да. Ну, то есть, это не сопрямочный дивизор. Ну, да. Короче, гладко многообразие. Ну, если… Ну, да. Гладко многообразие. А почему эти? Коэффициенты там целые числа. Плофит. А почему это? Как это отказывается? Ну, тут есть формула. Где здесь происходит укладка с обсуждением? Правильный ответ, почему люди. На самом деле не говорят. Ну, что там дискрепация? Дискрепация – это коэффициент, например, там, разница для учебки и чем-то, да? Потому что, как класс у вас в ее руку и 7 соточки, а класс у вас в ее руку. Что мы знаем про дискрепацию? Ну, это дискрепация. Правильно, да? Ну, мы готовы. Поэтому там либо… Ну, там в любом случае будет не проще. Короче, коэффициенты будут натуральные. Все, что там будет возникать, либо… Ну, только этнички. Нет, натуральные. Нет, натуральные. Там натуральные числа. Ну, по графике, все тензуры в этой культуре – это только картина. А там, в результате, только целые числа, да? Да. А чем только целые числа, по условию, знаю, что они… Положить. Ну, значит, они все хорошо выглядят. Угу. Так, хорошо. А использовали мы, на самом деле, гладкости или не использовали? Нет. Надо, чтобы сверху, там, кладкости. А сверху, вот, это разрешение… Ну, извините, наоборот, я не понял, сказал. А сверху разрешение, понятно, у нас мактических картина? А что нужно для того, чтобы пугнуть в голову? Вот, Катьяна. Что для этого хранить достаточно? Ну, а если на классе… Ну, если на классе… Если на классе… Ну, расскажите. Это называется, как раз, Гринштейновая ценность. То есть, на самом деле… Отец сказать о том, что у Гринштейновых терминальных названий сложностей нам не любить. Я еще крайне понимаю, что вы думаете, сплощик обливается, и в том смысле, что мы не можем идти обратно к кексу, которую мы начинали, да? Ну, в частности. Да. Мы не можем как-то… А не можем уже… Это уже видно… Вот там… По… Припатности. Сейчас ты как бы… Если у нас Гринштейновая ценность 3, то ключ всегда есть. Если что? Если у нас Гринштейновая ценность 3, то ключ всегда есть. Но это тоже термин. Если Гринштейновая ценность. А, да. Это я сейчас попытаюсь доказать. Ну, естественно, я не полностью… Что-то мы не знаем в афере. Я дам идею, как это такое. Идею. Правда, вы вообще шутите. Так, сейчас. Да. Значит, доказано. Значит, здесь надо делать такое замечание. Все особенности терминальные… Ну, это сверху. А? И… И… И что значит? А… Это значит, что… Если у нас… Если у нас есть какая-то неприводимая компонента… И… И… … … … … … … … Следовательно, размерность t плюс равняется размерности x минус 2, в нашем случае равняется 1. Но еще в общем случае, если у нас все особенности терминальные и мы возьмем множество особенностей, возьмем какую-то непреродимую компоненту, то размерность ее будет по крайней мере, корразмерность ее будет по крайней мере 2. 3. Размерность x минус 2 равняется 1. Исключительно множество фи. А, именно так, в смысле, не по крайней мере особенности шутер-мурсфирма? Да, но это то, что не все. Да, я их извеюсь, я что-то определение не понял. Слева зависит только от x, справа нет никакого кванта на f. Это биррациональный морфин. Нет, я имею в виду, что там надо, что макс взять по всем таким f и перевернуть. Нет, мы считаем количество всех ювизоров по всем таким f и перевернуть. Вроде как это называется бидивизор, если я не знаю. Да, хорошо. Да, ты прав. Да, нет, здесь все нормально, здесь все нормально. Замечательно то, что фи, где она на стелке стягивала только клевые. Ну это да, это действительно. Еще одно утвердение, да, действительно утвердение, которое нам понадобится. О том, что если x тут нормальное многообразие, проективное, размерность больше 3, x с терминальными особенностями, следовательно, размерность, коразмерность особо точек больше на чем. То есть, в частности, при размерности x с терминальными все особенности изолированы. Из-за этого следует, что общая точка на t+, она гладкая. Потому что особенности – это только точка. То есть, у нас не может быть, чтобы какая-то кривая была слишком не особая. У нас общая точка гладкая. Тогда давайте раздуем t+. t+, значит, а насчет был у нас x, здесь было t+. Давайте посмотрим на какое-то v. вот мы раздуем. Здесь у нас получится e+. Тогда по предыдущей время мы что имеем? Мы имеем, что ae+, на x, оно строго больше, чем ae+, на x+. А это у нас что? Это у нас размерность x плюс минус размерность t плюс минус 1. и это равняется 1. Ну, значит, d от x больше, чем d от x плюс. Вот. Значит, в какой-то момент это обрывается, у нас неравенство строгое. Так. Следствие. x не… В постановке нашей задачи x не Горенштейновая. Понятно почему? Ну, потому что… Если бы оно было Горенштейново, это виквелен к тому, что в кон-класс картье. Ну, это как раз таки то, что обсуждали только что Костя и Саша. Это значит, что все коэффициенты должны были быть натуральными числами. Ну, как не понимаем… Значит, d от x равняется 0. Да. d от x равняется 0. А значит, никого x плюса там не будет. Так. И сколько у меня еще осталось? Почему? Идею… Нет, идею я вам буду сказать. Сейчас я расскажу идею. Нет, за 12 минут я расскажу идею. Я думаю… Вопрос… Слушайте… Где есть размерность Пи завязана? Ну, по пониманию. То есть, у меня же утверждается, что теория по Поплеве, она сложная в размерности не только. Ну, в основном здесь… Ну, это же первый момент, где уже все рушится дальше, поэтому… То есть, размер здесь даже 4? Ну, то есть, если бы… Ну, то есть, если бы… То вот это дальше все обработало. Но если у нас с t плюс от кривая, то с кривой уже так просто так не получится. Ну, хотя бы получил бы… Да. Ну, давайте я быстро расскажу идею, потому что, например, в каких-то записках лекции у Юрия Геннадьевича «Доказательство существования Плопова» это такой абзац. Ну, я сейчас попробую этот абзац и рассказать. Давайте расскажем абзац. Во-первых, вообще, что делается? Ну, давайте совсем в общем случае. Надо вспомнить то, что я в прошлый раз рассказывала. То есть, вот, предположим, у нас есть вот такое… Такое малое стягивание. Фи в у. Вот, это малое стягивание, и мы знаем, что минус конкласс, он у нас f обилен. Тогда давайте сделаем такую штуку. Давайте рассмотрим дивизор B, который лежит… Вот, очень хороший, я сейчас поясню, в каком смысле, если у меня стоит время. Он лежит в минус 2 конклассе. Мы возьмем такой дивизор, и… То есть, здесь лежит какой-то дивизор B, и давайте возьмем двулистное накрытие XA с ветвлением в B. Возьмем W с ветвлением здесь. Тогда мы имеем… Назовем это как… Не знаю… Сейчас… Ну, ладно, не важно. То есть, P называем. P. Тогда что мы имеем? Тогда у нас конкласс от W – это P со звездочкой… от конкласс плюс одна вторая B. Здесь у нас есть морфизм ZZ3, который композиция. Ну, несложно видеть, что конкласс – F тривиальный. Потому что это, грубо говоря, конкласс минус конкласс. Посмотрим на такой дивизор. D равное P со звездочкой от Kw. И вот этот дивизор, он у нас F антиобильный. Потому что конкласс был… минус конкласс был F обильный. Вот. А тут, значит, мы ссылаемся на доклад Димы. P со звездочкой от K от X. Да. Здесь мы ссылаемся на доклад Димы. И говорим то, что в данном случае у нас будет флоп. F плюс, W плюс. Такой, что K W плюс будет тоже F плюс тривиальный. Тривиальный. Да. Тривиальный. И вот D плюс. Это кто у нас? D плюс – это… F плюс минус первый. F снизу от D. Он будет F плюс… просто обильный. Тривиальный. Ну, тут несложно показать. Надо здесь какую-то кривую здесь и пересечь. Ну, вспомнить, что происходит здесь. А, нет. На самом деле надо просто вот эту формулу использовать. вот. Вот. Ну, раз так, то здесь же есть инволюция, которая пришла отсюда, которая индуцируется вот этим P. Ну, и эту инволюцию можно отправить сюда. Ну, мы отправим ее сюда и получим X плюс. Зачем, простите, не надо было использовать эту формулу. Это просто явно считается, что он просто будет X плюс обильный. Мы отправляемся в X плюс. Естественно, у нас есть здесь морфизм. И вот как раз-таки вот из этой формулы уже можно посчитать и увидеть, что здесь Канкласс будет F плюс обильный. Вот. То есть это идея вот от того примера, который я рассказывала в предыдущий раз. То есть там было накрытие, там было n-листное накрытие. Вот. Ну, вот, собственно, если мы возьмем n равно 2, мы получим просто вот эту картинку. А теперь здесь нужно много чего обосновывать. И это как раз-таки самое сложное. Это вот все обосновать. Самая сложная, самая большая проблема, которая была там у моря. И так далее. У Шакурова и те, кто все это доказывал. Во-первых, что здесь нам нужно сказать? Нам нужно сказать. Здесь где-то 2 можно заменить на произвольное. Ну, помнишь там пример, который я рассказывала в прошлый раз? Там был пример как раз-таки с накрытиями. Да. А здесь я взяла просто неравном 2. Да. Можно и любой? Я бы не сказала. Это как раз-таки. Это как раз-таки. Соответственно, это было правильно, то есть сразу неправильно. Вопрос правильный. Почему нельзя сравниться к букве от любого вещества? Ответ. Вот эта формула, она не будет привязанной. Формула будет не одна n, а n-1 поделит на n. А, с этим, да. По новой зрению. Да. Понятно. И будет не привязанной, а просто положительной. Так. И в чем здесь проблема? Такой хороший дивизор, да. Не, ну вообще, то есть если у нас есть такой дивизор, то на самом деле W явно учитывается, там это спектр. То есть там нужно просто циклическое накрытие посмотреть, но это уже другой вопрос. Дивизор B должен быть очень хороший. Какой-то есть, что это очевидно. Сколько у Киеви и пара с нами в малую обместность, то в малой обместности, конечно же, такой дивизор электринического не пускает. Какой-то там есть. Нет, это хороший. Ну да. То есть, что от него нужно? Мы будем потом флоп строить для W, а флоп существует. В каких условиях? При условиях. При условиях, что особенности у нас должны быть конечно... Так, а сейчас время закончилось. Ну еще три минуты. Ну ладно, хорошо. В принципе, это все, что я хотела сказать. На самом деле, да, здесь нужно поговорить о том, какой вообще дивизор B правильнее брать. Такой, что у нас особенности должны были быть у W, W+. То есть, на нас самое главное, чтобы особенности W+, были канонические. То есть, нам нужно вот это. А это будет следовать из таких вещей. Во-первых, Ри, Майлс Ри, он доказал такую вещь. В общем, доказывает то, что если мы возьмем дивизор D в минус-ком классе, то общий элемент будет иметь только Дювалевские особенности. Кто доказал? Майлс Ри? Нет? Ну, это он предложил. А, он предложил. А, это доказать. Да, 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 да. Извините, да, я перепутала. Он готовится. Вы докладчица. То есть, ну, как-то вообще. Докладчица, он понимает, что рассказывает. Ну, это в какой-то вашей статье. Ну, если вы дотягли до исторического обзора, то уж точно не надо. Ну, правда. Мне кажется, это в какой-то статье, вашей статье с морю было это доказано. Тоже не верно. А, двойками по истории? Ну, ладно, хорошо, давайте закончим.